Добро пожаловать на канал АМФ Филмс, где для вас звучат жутко интересные пересказы. С вами Марк, и мы начинаем. Давайте поохотимся. Рэйчел прибывает на службу в полицию небольшого городка Инвери. Направляясь на смену поздним вечером, она становится свидетелем того, как молодой человек Цезарь сбивает незнакомого мужчину. Подбежав к месту, оба смотрят с непониманием. Тела нигде нет, да и на машине отсутствуют следы столкновения. Единственное, что осталось, это кровь на фарах. Чтобы во всем разобраться, девушка надевает на парня наручники и ведет его в участок. Там их встречает сержант Макриди. Он обыскивает парня, а после задерживает до выяснения всех обстоятельств. Рэйчел передает патрульным приметы того мужчины, которого она видела перед машиной. Офицеры Мэнди и Уоррен, которые в тот момент занимаются любовью в машине, принимают вызов и отправляются патрулировать улицы. Тем временем Цезарь знакомится в камере с сидящим там Ральфом, который задержан за избиение жены. Он подговаривает мужчину стать свидетелем того, как полицейские учиняют беспредел, арестовывая невинного человека. В это время Мэнди и Уоррен приводят в участок мужчину с окровавленной головой. По описанию он похож на того, которого хотел найти Рэйчел. Полицейский вызывает в участок врача и пытается выяснить у пострадавшего, что же произошло там на улице и куда он испарился после столкновения с автомобилем. Мужчина не проронил ни слова. Он лишь пристально смотрит на Рэйчел и никак не реагирует на задаваемые вопросы. Прибывший доктор Дункан обрабатывает внешние повреждения и уверяет, что мужчина не принимал наркотиков и молчит по собственной воле. Макриди предлагает оставить пострадавшего в участке, ведь выпускать его в таком состоянии на улице очень опасно, и доктор соглашается с ним. В этот момент незнакомец произносит какую-то фразу и пристально смотрит на Дункана. Он будто бы проник в его разум, и тот понимает, что сидящий перед ним мужчина знает все, что он когда-либо делал. Схватив ножницы, доктор пытается вонзить их в незнакомца, но полицейские успевают скрутить его и обезоружить. После посадить в камеру. Сержант Макриди пробивает мужчину по базе данных и выясняет, что его отпечатки принадлежат человеку, который погиб еще в 80-х в возрасте 79 лет. Понимая, что такое просто невозможно, он пытается разговорить с пострадавшего. Перебросившись несколькими фразами, он вдруг резко просит Рэйчел увезти мужчину в камеру. В его голове в этот момент начинают всплывать неприятные воспоминания из прошлого. Когда девушка закрывает камеру, в ее голове проскальзывает воспоминания из детства, а именно, как она сидит привязанная возле кровати. Через мгновение картинка исчезает. С Мэнди начинает происходить нечто странное. В памяти всплывает тот день, когда она присоединяется к Уоррону и начинает избивать задержанного, при этом испытывая какое-то садистское удовольствие. Вернувшись к реальности, она буквально бежит от камеры нового задержанного. Сержант Макриди покидает участок в надежде найти хоть какую-то информацию о странном незнакомце. Мэнди Уоррон отправляется патрулировать улицу, а Рэйчел остается присматривать за задержанными и отвечать на звонки. Чтобы не сидеть без дела, она рассматривает записную книжку мужчину. Прикоснувшись к ней, ее снова захлёстывают неприятные воспоминания из детства. Новый задержанный в этот момент ведет беседу с Ральфом, который сидит в камере за то, что избивает свою жену. Произнеся самые безобидные фразы, он воздействует на мужчину ментально, и тот начинает методично биться головой об решетку камеры. Мэнди Уоррон сообщает на пульт дежурного о том, что приехали к дому доктора Дункана и собирается войти внутрь, чтобы проверить, все ли в порядке с его семьей. Войдя внутрь, полицейские переходят в ужас. Доктор убил всю свою семью, причем очень жестоко. Напарники докладывают об этом в участок, но Рэйчел не слышит их, потому что пытается привести в чувство Ральфа. Дункан уверяет, что девушка должна выпустить его из камеры, чтобы он смог оказать пострадавшему помощь. Ральф умирает на руках у доктора. Вместе с Рэйчел они выносят тело, и в этот момент на пульте дежурного раздается очередное сообщение от патрульных из дома врача. Девушка сразу же берет в руки резиновую дубинку и наносит Дункана удар. В это же мгновение она начинает видеть все, что он делал со своей семьей. Жена разрезана, как лягушка для опытов, черепная коробка сына вскрыта, а дочь подвешена к потолку и зарезана. Схватка заканчивается в пользу Рэйчел, и она надевает на убийцу наручники. Заперев доктора в камере, девушку снова одолевает воспоминания. Ее похитили, когда она была подростком, и долгое время держали в плену, насиловали и избивали. Но в один прекрасный день ей удалось перетереть веревки и сбежать. Эти картинки из прошлого буквально выбивает Рэйчел из колеи. Она звонит сержанту, чтобы доложить о случившемся, и получить дальнейшие указания. Макриди хвалит новенькую за проделанную работу и обещает скоро приехать. Сам же в этот момент он сидит на окровавленной постели. Неизвестный в камере номер 6 продолжает беседовать с заключенными. Теперь он переключил свое внимание на Цезаря. Несколько часов назад парень сбил на дороге человека. Испугавшись, он бросил еще живую девушку на обочине и скрылся с места происшествия. Именно ее кровь увидела на фарах Рэйчел, когда задержала его. В участок возвращаются патрульные. Взбешенная Мэнди уводит доктора, а Уорнер остается возле камеры номер 6. Донкан начинает рассказывать, что действовал как истинный ученый. Он всего лишь хотел найти человеческую душу, чтобы поймать ее в момент, когда она покидает тело. Ведь только так, по его мнению, можно найти путь к бессмертию. Уорнер тем временем беседует с незнакомцем, который воскрешает в его памяти момент, когда он сначала избивает, а потом и вовсе убивает задержанного. Это воспоминание возымело действие, и полицейский бежит в допросную комнату. Без лишних церемоний он убивает доктора Дункана голыми руками. Вот ошарашенный взгляд Рэйчел. После он вместе с Мэнди убеждает новенькую списать все на несчастный случай, и под прессингом она соглашается. В этот момент из камеры Цезаря раздается сигнал. Девушка идет к нему, и он признается в том, что сбил человека. Он называет место, надеясь, что девушка еще жива. Но незнакомец из шестой камеры сообщает, что парень перешел черту, потому что жертва скончалась две минуты назад. После мужчина обращается к Рэйчел, уверяя, что Мэнди и Уоррен планируют ее убийство, и он единственный в этом здании, кто занимает ее сторону. Возвращаясь в помещение дежурного, она подслушивает разговор коллег и понимает, что незнакомец говорил правду. Ее выдает звонок мобильного. Это Макриди, который интересуется, сели сотрудники на месте. Девушка отвечает сержанту, но трубку не вешает. Мэнди уверяет, что ей лучше не впутывать босса и набрасывается на коллегу. Вдвоем с напарником им практически удается одолеть Рэйчел, но им мешает Макриди. Он врывается в участок с голым торсом, обмотанной колючей проволокой и с дробовиком. Мужчина убивает Уоррена и направляется на поиски остальных. Девушкам удается спрятаться в одном из помещений без запасного ухода и выхода на крышу. По сути, они загнали себя в ловушку. Сержант слетел с катушек не просто так. На него повлиял незнакомец, потому что он знал о всех грехах полицейского. Он любил молоденьких мальчиков и пару дней назад убил своего любовника. Чего? Его труп был расчленен и хранился в холодильнике. Именно поэтому Макриди сорвался из участка, чтобы почистить следы. Но в конечном итоге он решил, что правильнее будет убить всех, кто может хоть как-то повлиять на его жизнь. Выломав дверь, мужчина загоняет девушек в помещение, где содержат задержанных. Рэйчел баррикадирует двери, и сержант идет на крайние меры. Он обливает участок горючим и поджигает его. После он встает напротив двери с дробовиком, чтобы отстреливать тех, кто будет выбегать из горящего здания. Первой погибает Мэнди. Она подскальзывается и падает головой на торчащее в окно стекло, а Макриди добивает ее. Следующей жертвой становится Цезарь. Рэйчел, воспользовавшись возможностью, хватает канистру с остатками бензина и бросает ее в сержанта. Тот автоматически делает выстрел, что приводит к небольшому взрыву, от которого Макриди и погибает. Рэйчел выбирается на улицу и обессиленно опускается на землю. Следом за ней выходит и незнакомец. Он рассказывает, что его задача – собрать всех грешников до полуночи, чтобы потом забрать их души. Но от нее ему нужно намного больше. Он наблюдает за ней с того момента, когда она сбежала от маньяка. Мужчина уверяет, что не позволит ей стать грешной и испорченной душой. Но если Рэйчел захочет, она может отомстить, а он будет сжигать их души. Ей нужно сказать лишь слово, и девушка произносит «Да». После этих слов пара сливается в поцелуи. Чего? Вот чего-чего? О такой концовке я точно не ожидал. Необычный сюжет с таким необычным для меня финалом. Вполне, вполне неплохо. И, конечно, дорогие подписчики, огромное спасибо, что досмотрели этот ролик до самого конца. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал, Бусти, Телеграм, да не забывайте, у нас он тоже есть. И, конечно, пишите комментарии, как вам это кино. Смотрите лучшие и страшные пересказы с неплохим финалом вместе с АМФ Фильмс. До скорых встреч!